Всем привет! Это Вероника. Я очень рада видеть вас у себя на канале. Большое спасибо, что нашли время, чтобы зайти. Девчонки, у нас сегодня будет супер необычное видео. Такого не было со мной ни разу за весь срок ведения моего канала. Я никогда в осознанном таком взрослом возрасте не ходила в секонд-хенды. И сегодня со мной случился первый раз. Меня поразило то, что сейчас в секонд-хендах вещи не пахнут так, как они пахли в секонд-хендах из 90-х. И тут у меня возникает большой вопрос. То ли сейчас научились каким-то другим способом обрабатывать вещи, чтобы они не пахли формальдегидом или чем они там пахли, либо теперь эти вещи как-то плохо обрабатывают. Но, знаете, давайте надеяться на то, что это просто какие-то новые суперспособы обработки. Я покупала вещи из категории 490 рублей за килограмм. А вещи, которые были дороже, они были якобы от более известных брендов, но сами товары мне понравились гораздо меньше. 4 килограмма вещей. Я заплатила за них 1900 рублей. Я была со львом, поэтому у меня не было никакой возможности ничего мерить. И мой внутренний глазомерщик сегодня рад безумно, потому что все вещи мне подошли по размеру. Если вы реально живете экономно, но вам нужно одеться, вот типа нет вещей, секонд-хенд закроет ваш вопрос. Если вы находитесь в такой категории, как я, я шопоголик. Я люблю искать вещи, я люблю покупать их, но я практически потом их не ношу. Секонд-хенд вас тоже выручит, потому что я провела просто прекрасные 45 минут в магазине. Я потратила 1900 рублей, и у меня поселился теперь вот такой огромный 4-килограммовый пакет с вещами, которые, в принципе, закрывают полностью такой некий, знаете, осенний гардероб. Я буду доставать вещи из пакета и показывать, что это, и сбоку где-нибудь буду вставлять, как эти вещи выглядят на мне. Первая вещь, которую я увидела сразу же, как зашла в магазин, было вот такое ярко-красное вязаное платье. Именно под него я сегодня надела эту красную помаду. Байсон. Что-то такое знакомое. Удивительно то, что я в своей голове рисовала платье вязаное, мягкое, неколючее, оверсайз, яркого оттенка, которое я смогу носить со своим новым черным пальто. Поэтому, когда я зашла в секонд и увидела вот эту красоту, я его схватила. Я его просто приложила к себе, поняла, что, скорее всего, я в него влезу, и оно будет ок. И какая же моя огромная радость случилась дома, когда я его надела, и я поняла, что оно сидит на мне ровно так, как я представляла. Оно не колется, даже если его надеть на голое тело, хотя все-таки на осень, зиму такие платья лучше надевать с какой-то майкой или с термобельем. Это будет просто супер. В общем, это первая моя находка, которая задала тон всей моей сегодняшней закупки в секонде. Вторая вещь, которую я обнаружила практически рядом, это еще один свитер-платье-свитер невероятно красивого фиолетового оттенка. Это такая ткань а-ля как... ну такой... это, конечно, акрил, но, знаете, такой вот а-ля под... акрил под махер. У него очень красивый цвет, его, мне кажется, можно носить и с такой же красной помадой, но супер топ будет, если подобрать к нему вот эту помаду такого винного оттенка. И что интересно, это платье, ну, знаете, оно, по сути, в абсолютно текущих трендах. То есть сейчас есть тренд на легкий оверсайз, пушистую, не крупную вязку. Ну, а немножко такого люрекса, это вообще как бы все, что любим мы вместе с вами. Оно сидит на мне немножко в обтяжку, но мне показалось, что все-таки при моей текущей комплектации я смогу это платье носить именно как осеннее платье с черными колготками под то же самое черное пальто, и это будет уютно, это будет женственно, это будет красиво. Когда я нашла этот свитер, платье, я подумала, что если оно мне будет сильно мало, мне было бы неплохо найти какие-то брюки под низ. И я совершенно случайно нашла брюки вот такого цвета, это, знаете, цвет такого летнего баклажана. По сути, это такие как... ну, это не джинсы, кажется, это называется джогеры. Наверное, да, джогеры. Я их взяла, ну, знаете, хотела сказать в размере, естественно, в секунде все висит как угодно, но размер мне подошел, это 42 евро, они мне в талии чуть-чуть великоваты, но в целом неплохо. Я, собственно, планировала и, может быть, до сих пор планирую их носить комплектом вот таким образом, но мне показалось, что когда я сегодня примерила это вместе, ну вот как-то, как будто бы вот что-то немножко не то. Не скажу, что это выглядит прям жутко странно, но все-таки вот этот свитер мне больше понравился, знаете, в такой эксклюзивной носке, когда он сам по себе без какой-то поддевки. Продвигаясь по полкам, я нашла вот такой вот интересный жакет. Фитер, он в стиле не до Шанель, он в меру такой задранный, да, то есть вот эти вот части, они как бы создают такую легкую небрежность. Поэтому даже если где-то в каких-то местах у вас вылезают вот эти вот переплетенные ниточки, это выглядит не так уж плохо, ну, как бы просто создается такая легкая небрежность. Мне понравилось, что здесь очень-очень много переплетений разного цвета. Соответственно, тут есть белые, синие, темно-синие линии и совсем чуть-чуть, просто микроскопически мало здесь есть переплетений цвета вот этих вот штанов. Поэтому, несмотря на то, что эта вещь издали кажется, собственно, такой, ну как, пестро-белой, все-таки в ней есть вот эти вот переплетения из красно-фиолетовой нитки. Соответственно, я подумала, что вот этот вот пиджак можно, пиджак, жакет можно будет надевать с этими штанами. Это, кстати, бренд C&A, то есть не сказать, что прям что-то плохое. Он размера 34 евро, поэтому он мне маловат. Скажем так, я его могу на себе застегнуть, но будет прям, знаете, трещать. Но если вещь тебе чуть-чуть маловата, ее можно просто носить расстегнутый вот такой вот жакет, чем-то похож на предыдущий. Он в такой стилистике, ну, тоже, знаете, как будто бы немножко вот эти вот твидовые пиджаки Шанель. У него здесь идут сочетания как бы таких вот прям классических английских лацканов. Но мне очень понравилась ткань. Ткань здесь представляет собой переплетение разных ниток. Это такой приглушенно-баклажановый оттенок, белорозовый, сиреневый, синие крапинки. То есть он вблизи очень интересный. Он вот не однотонный по цвету, а, знаете, такой вот с какими-то такими легкими интересными чудинками. Немножко его, скажем так, поношенный вид выдают вот эти детали. А знаете, даже какие? Даже не вот эти детали, они здесь, собственно, такие были, как легкие рюшечки. А здесь вот эта вот окантовка из такой немножко шерстяной нитки, которая чуть-чуть вздыбилась. Но за счет того, что в нем вот эти вкрапления, в нем вот эти вот легкие рюшечки на рукавах, этот пиджак, знаете, тоже обладает такой легкой нафталиновой историей. То есть он и не должен смотреться как вот суперновый. В нем есть даже подплечники, вы представляете? Ну, то есть вещь такая, знаете, не из новинок. Но мне кажется, что конкретно здесь подплечники выглядят очень даже неплохо. Я подумала, что к такому пиджаку красиво будут смотреться классические, классический синий темный цвет джинс. Найти джинсы в секонд-хенде можно, но они, конечно же, будут все очень немножко такие, знаете, странные. Я нашла очень интересную, как мне показалась модель. Это джинсы от бренда Morgan de Toy. Либо их вообще никто не носил, либо их покупала такая девушка, как я, которая покупает вещи, надевает один раз, потом они у нее там несколько лет лежат в шкафу. То есть вещь просто новая. Что выдает старость этих штанов? Это выдает относительно набедренная посадка, но набедренная посадка и клёш – это тренд этого сезона, потому что все новое – это хорошо забытое старое. Не знаю, что за размер. Я их взяла исключительно по своему внутреннему навигатору. С словами, скорее всего, я в них влезу. Я в них влезла просто идеально. Я в них такая... Знаете, я вот напомнила саму себя лет, наверное, уже 15 назад, когда модны были вот такие вот расклешенные набедренные джинсы. Поэтому в итоге я подумала, что, скорее всего, я их буду носить вот с этим вот жакетом темно-баклажановым, либо с жакетом, который такой светлый, потому что получается очень красиво. Джинсы мне длинные, поэтому я их отдам в подстрижку, и они тогда сядут, ну, просто идеально. И я продолжаю недоумевать, что такую жемчужину я оторвала за 490 рублей килограмм. Это просто суперпокупка. И последние две вещи, которые у меня остались. Вы знаете, я их, наверное, засчитаю как немножко за неудачные покупки. Я сейчас даже объясню, почему. Я схватила вот такие вот штаны. Они и не сиреневые, и не очень сильно розовые, а вот, ну, что-то такое среднее. Бренд называется... Это тоже Сиэндэй. Кстати, очень много вещей было Сиэндэй. Они выполнены как вот тоже такие не совсем современные джинсы, потому что они прям а-ля скини. И сначала я их взяла как, ну, чтобы разбавить, наверное, вот этот вот комплект. В принципе, я до сих пор считаю, что это не самое плохое сочетание. Но потом я увидела эти синие восхитительные джинсы Морган и поняла, что джинсы смотрятся с этим пиджаком лучше. Вот, поэтому я, собственно, и схватила эти штаны, ну, а отдавать мне уже было их как-то лень. И я дальше стала совершать отчаянные попытки подобрать именно к этим штанам что-нибудь. И обнаружила вот такой вот свитер. Тут моя душа плачет. Это свитер из H&M. Это тот магазин, который ушел из России и по которому я дико скучаю. Поэтому, увидев, что это H&M, что это размер М, я его схватила. Единственное, что мне кажется, что такая цветовая палитра, она не совсем моя. Потому что вот такой разбавленный зеленый светлый оттенок, розовые джинсы, это все-таки на какую-то девчонку немножечко посветлее. Но мне захотелось как бы такого легкого эксперимента. Тем более, что это все делалось just for fun, да, закупиться в секонд-хенде. Но свитер сам по себе классный. То есть вот я не знаю, носили его или нет, но выглядит он, знаете, скажу я вам так, вещи на вешалках в H&M. Иногда выглядели хуже, чем выглядит этот свитер. Ну и плюс повторюсь, так как это мой любимый бренд, я подумала, что черт с ним. Я возьму, пускай это будет не совсем моя стилистика, но тем не менее. Вот, я еще хочу перешерстить свой гардероб, подумать, с чем с другим можно этот свитер надеть. Может быть, с какими-то светло-бело-бежевыми джинсами, да, вот, ну, может быть, какой-то такой вариант тоже будет неплохо. И не обязательно их носить вот именно с этими розовыми штанами, которые я купила. Ну что, девчонки, это были все мои покупки из секонд-хенда на сегодня. Напишите, понравился ли вам мой выбор, не понравился. Как вы считаете, дорого я закупилась, недорого. Но, глядя на свою сумму закупок в Вайлбересе, я понимаю, что отдать за вот эту шикарную гору вещей 1 900 рублей – это просто ничто. Более того, получается, что, как мне кажется, я взяла все-таки вещи, да, ну, я об этом говорила, я брала вещи специально, чтобы составить именно из них комплект. Никто еще не отменяет того, что у меня дома есть какие-то вещи, и я могу эти новые товары, старые новые товары сочетать с чем-то старым. Но, по факту, вот из того, что я взяла, у нас получается раз, два, три, четыре, пять полноценных образов. То есть, по факту, 1900 рублей, и на пять дней недели вы можете ходить в абсолютно разных вещах. Я надеюсь, что вы весело и интересно провели время со мной. Напишите мне, ходите ли вы в секунды, покупаете ли вы там что-то, продается ли там, по вашему мнению, полная ерунда, и заходить туда нельзя, ни в коем случае. Пишите, пишите, будет очень интересно послушать ваше мнение. Жду комментариев насчет моего выбора, как справилась я с модной задачкой или нет. Будет очень-очень интересно почитать ваше мнение. И хочу закончить это видео той самой фразой, что не вещи красят человека, а человек вещи. И на самом деле одни и те же вещи при разном макияже, при разном настроении, при разных типах фигуры, при разных объективах на фотокамере, при разных ракурсах могут смотреться абсолютно по-разному. И про одну и ту же вещь можно подумать, что она какая-то там вообще не очень. И про ту же самую вещь на том же самом человеке, но при другом ракурсе можно подумать, вау, как это круто, как это здорово. Конечно же, если мы говорим про девочек, то все решает прическа, макияж, какие-то дополнительные аксессуары. Этим нужно заниматься, это нужно искать, это не всегда интересно, не всегда хочется на это тратить время, но тем не менее это все-таки в конечном итоге создает некий образ. Все, теперь я точно прощаюсь, была рада быть в вашей компании, была рада снимать это видео. Пока-пока!